Мы показываем мир вашими глазами. События, происшествия и курьё, за очевидцами которых стали вы. Всё, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас в рубрике «Мобильный репортер» на телеканале «Татарстан-24». С вами Артём Захаров. Здравствуйте. В Нижнекамске на одном из перекрёстков автомобиль ППС влетает в трамвай. Инцидент попал в объектив видеорегистратора. Автомобиль патрульно-постовой службы при повороте налево не уступает трамваю и таранит его. Куда так спешили сотрудники патрульно-постовой службы, автор ролика не сообщает. Ещё одно ДТП попало в объектив видеорегистратора в Татарстане. На трассе у грузовика на ходу отвалилось колесо. Скорость автомобиля довольно высокая и, потеряв одно из колёс, водитель не справляется с управлением. Машина начинает заносить, и она переворачивается. О пострадавших в аварии не сообщается. Житель Казани возмущён открытым люком в моторный отсек одного из казанских автобусов. Вот этот ролик он выложил в сеть. По его словам, это небезопасно. Однако его мнение не разделяют пользователи соцсети и просят не заниматься ерундой, выкладывая такие ролики в интернет. Я же замечу, что если для взрослых опасности такая ситуация всё же не представляет, то для детей, за которыми в переполненном транспорте родители могут просто не усмотреть, опасность велика. И вот когда, не дай бог, ребёнок пострадает, те же комментаторы начнут поливать грязью водителя, кондуктора и начальства транспортного предприятия. Так что пусть таких бдительных граждан, переживающих за окружающих, будет больше. Вот так он и работает. В Казани на Спасской башне Кремля в эти дни проходит световое шоу. Для тех, кто вечерами предпочитает сидеть дома, горожане сняли ролики на мероприятие и выложили в сеть, чтобы те смогли увидеть шоу, не вставая с дивана. Субтитры создавал DimaTorzok На мой взгляд, смотрится достойно, но уверен, что живьём ещё лучше. В этом году шоу продлится до 31 декабря, а также пройдёт 2 января. Отмечу, что вход на мероприятие свободный. На носу Новый год и в Казани открылись десятки новогодних площадок. По традиции на таких мероприятиях не обходится без аниматоров и развлекательных программ. Но многочисленными Дедами Морозами и Снегурочками горожан уже не удивишь. Видимо, поэтому в парке Петрова в Казани на мероприятии была пати-зебра. Так её назвали очевидцы. При этом рядом танцует человек в костюме кота, но он остаётся без внимания. По словам очевидцев, звездой вечера была именно зебра. Именно она дарила окружающим праздничное настроение. События, происшествия и курьёзы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, делитесь интересным контентом в любых соцсетях с хэштегом «Татарстан24». Станьте частью нашей рубрики, однако в экстренных ситуациях постарайтесь оказаться по ту сторону объектива. С вами был Артём Захаров. До встречи!